Есть ли разрешительная документация на предпринимательскую деятельность, состоят ли на учете в налоговой проверяющих, интересует все, в том числе наличие трудовых договоров. На каком режиме вы состоите? Упрощенной системе? Да, вот это да. Два процента, да, упрощенной. Полная касса есть, зарегистрирована? Есть. В этом уютном ресторане по улице Базоркина в Магасе, кажется, соблюдаются все требования. Штат официально трудоустроен. Патент есть, документами все в порядке. Кассовый аппарат исправно работает. Для удобства посетителей имеется эквайринг, электронное устройство, позволяющее принимать платежи и создавать максимум удобств для предпринимателей и посетителей торговых площадок. Многие, куда бы ты ни зашел, переводами, картами, оплату всех, деньги почти у всех на картах, чтобы человек пришел, покушал, мог картой расплатиться и для его удобства это все. Также у вас есть касса, да, онлайн-касса есть? Да. А, встроенная, да, монитор, все-все. Да, автоматизация, автоматизация. И с работниками обязательно просто договора. Да, все есть. С теми, именно, которые у нас оформлены, у нас очень много стажеров бывает, такая текучка. А, текучка, да? То есть, сегодня, да, был банкет, и мы вызвали людей, там, родственников всех. А, вы нанимали, да? Да, да. Примыкающие к аллее матери магазин детской одежды посещают ревизоры все с теми же вопросами. Документы, необходимые для предпринимательской деятельности, заметны сразу. Стенд с ними на видном месте. Налоговый спецрежим, по которому они ведут торговлю, могут применять только ИП. Он действует для определенных видов деятельности. По сути, платят фиксированную сумму и освобождаются от других налогов с доходов. Замечаний почти нет. А вот в магазине косметики владелица налоговиков сразу предупреждает. Открылись недавно, оформить документы еще не успели, но этим уже занимаются. Налоговики выписывают протокол 14.1 о введении незаконной предпринимательской деятельности и дают некоторые рекомендации. Отдел регистрации подают заявление о подкрытии ИП. Могут по месту жительства МФЦ подойти, организации, которые указывают вот эти услуги. Туда они подходят, подают заявление. В течение пяти рабочих дней ты уже берешь потом свидетельство, что ты стал на учет качества индивидуального предпринимателя. Потом они подают заявление, если они на патентной системе хотят быть, они пишут заявление на патент. Если на упрощен, то подают заявление на переход в упрощенную систему налоговоображения. Потом в дальнейшем уже регистрируют свою кассу, если у них есть работники, оформляют своих работников. Вот так проходит вся эта процедура. На самом деле это несложно. Всем, чем можем, объясняем, помогаем. Ведем на постоянной основе, ведется разъяснительная работа. Нет теневому доходу. По так называемым проблемным предпринимателям сотрудники налоговой намерены продолжить работу. В самое ближайшее время рейды проведут в других населенных пунктах республики. Адам Мережков, Акрамат Досхоев, Магаз, 24.